Всем привет, мои дорогие! С вами Татьяна Кузьмина и проект Фоберлик Реалити. В этом видео у меня будет обзор моего заказа по каталогу 6 компании Фоберлик. Но в этом заказе не только мои позиции, но и позиции клиентов. А вот что касается моего заказа, здесь есть очень интересная новинка, я о ней вам обязательно расскажу, покажу, но чуточку позже. Начну я рассказ клиентских историй и первая моя клиентка это постоянная клиентка, которая на регулярной основе в каталог не один раз делает мне заказы. И всякий раз случается так, что я приношу ей заказ, а она уже ждет меня с записочкой для следующего заказа и у нас происходит вот такой с ней взаимный обмен. Я предлагала этой клиентке зарегистрироваться не один раз. Она говорит, Татьяна, это вообще не мое, потому что я не разбираюсь в интернете, мне сложно ориентироваться в интернете. В личном кабинете это вообще тьма для меня. Все моменты, которые связаны с интернетом и даже с тем, чтобы снять деньги с ее карты, она делегирует либо мужу, либо приходит ко мне и я помогаю ей снять деньги с карты через терминал. У всех у нас разные способности, но и не хочет она, я так понимаю, в этом деле разбираться, хотя клиентка и возрастная, но возраст 60+, я считаю, что это еще очень такой зрелый цветущий возраст, когда можно многому чему еще научиться. Но она вот такая вот, знаете, старой закалки, она любит читать книги, она очень духовно наполненный человек, очень много знает и любит историю, она вообще в прошлом педагог, и всегда с ней интересно общаться, но вот что касается современных технологий, вообще она с ними на вы. Поэтому она так вот отдала мне в руки, да, что, Татьяна, я буду приобретать товары через тебя, мне это удобно, и давай вот закроем этот вопрос. Ну что ж, постоянные клиенты тоже нужны, потому что, смотрите, 5-10 постоянных клиентов, которые на регулярной основе вам делают заказы на 1000-2000 рублей в каталог, закрывают ваш личный товарооборот минимум в 100-150 баллов. То есть организация личного товарооборота в этом случае происходит на ура, с вашими минимальными усилиями, да плюс вы еще, естественно, что-то для себя заказываете, и вот вам ваша не то, что там минималка, а ваш виповский уровень на регулярной основе и даже более того. Ну что ж, переходим к обзору ее заказа. Как всегда у нее в заказе есть позиции серии дом, она очень активный потребитель этих товаров, и среди этой линейки она мне заказала 2 освежителя воздуха в этот раз, морской освежитель с морским ароматом 11-326 артикул, и вот этот ананас, аромат ананаса 11-811, девочки, вот этот я не тестировала. Вот, честно говоря, мне интересна ваша обратная связь, насколько яркий этот аромат. Действительно он такой прям может быть термоядерный, ну в плане ананаса именно, да, то есть насколько он яркий, или может быть он нерезкий, невыразительный, потому что на самом деле я сама люблю такие неяркие ароматы. В общем, те из вас, кто уже приобретал этот продукт, напишите мне в комментариях, поделитесь, пожалуйста, для того, чтобы я сама определилась, стоит мне покупать или не стоит данный освежитель воздуха, потому что что-то меня манит в этом названии, и в то же время, ну, не хочется как бы прогадать с этим, да. Конечно же, я попрошу клиентке ее отзыв, но не знаю, вот для себя она его приобретает или нет. Здесь тоже такой момент. В общем, напишите мне в комментариях, интересно знать вашу обратную связь по этому поводу. Также в ее заказе гель для туалета 11-292 артикула. Девчонки, вот этот гель для туалета, он просто шикарнейший. Это самый первый гель из серии Дом Фаберлик, и он у нас до сих пор есть в каталогах, и я как начала им пользоваться, так и продолжаю пользоваться. Он классно очищает поверхность, действительно становится вот такой белой поверхностью унитаза, кафеля. Нравится мне этот гель. И еще мне нравится серия Хом Гном Гринли, несмотря на то, что у него очень выраженный такой хвойный аромат. Многие говорят, что им он не нравится очень резкий, а вы знаете, я не чувствую, что он такой прям вот резкий-перерезкий. Ну, убралась я свежесть хвойная. Пусть она рисковатая, что здесь такого. Но это все индивидуально. И еще есть один у нас гель для унитаза, который меняет цвет 7 в 1, по-моему, так, с какой-то системой Smart, что-то такое там. Вот тот, наверное, для меня самый менее предпочтительный и все гели для унитаза, потому что вот этот его термоядерный цвет, он очень прилипает к ёршуку, очень сложно отмывается, и даже к поверхности под ободком тоже вот не очень легко его смыть, из-за этого мне он не нравится. А вот по своему эффекту очищения он действительно тоже хорош. В общем, здесь каждый из нас выбирает сам то, что ему больше подходит, то, что ему больше интересно. Еще в ее заказе два жидких мыла для кухни. Это мыло, которое устраняет неприятные запахи с фруктовым ароматом 11206 артикул. И вот этот с ароматом земляники 11213. Ну, жидкое мыло – это бестселлер. Действительно устраняет все неприятные запахи не только с поверхности рук, но и с поверхности ножей, кухонных досок, с кухонных поверхностей. В общем, шикарное средство, причем оно достаточно густое. И вот лично у меня его расход прям минимальный. Очень долго я им пользуюсь. И крайне редко, скажем так, оно у меня обновляется. Ну, может быть, потому что я не так часто им пользуюсь, а действительно в тех ситуациях, когда необходимо устранить вот эти резкие запахи. В принципе, оно не раздражает, не сушит кожу. Его можно использовать, как обычное мыло для рук. Вот даже таким эффектом оно обладает. Также в ее заказе вот прям целая серия витамания. Это средства по уходу за телом, гели для душа, жидкое мыло. Она обожает дарить такие небольшие приятные подарки. А эта серия, она действительно подходит для такого варианта недорогого, но нужного подарка. И здесь она заказала 4 штуки жидкого мыла. Вот посмотрите, какие приятные варианты упаковки. Причем сама упаковка прозрачная, а гель цветной. И сразу такое настроение создается весеннее, солнечное. И еще два варианта. Давайте я вам тоже их вот так покажу. И такие же варианты гели для душа. Ну и давайте назову артикулы. Значит, жидкое мыло, смородина, ежевика 2368. И такой же гель для душа, артикул 2367. Ну посмотрите, здорово же, правда? Причем, несмотря на то, что вот этот гель для душа, казалось бы, в такой маленькой упаковке. Но у меня, видите, рука не обхватывает его, бочонок такой. Здесь 200 миллилитров. Это полноценный объем. Так, теперь это у нас мандарин и бергамот. Артикул мыла 2329 и артикул геля для душа 2328. Тоже очень приятный вариант. Прямо вот такой солнечный, да? Ну, соответствует названию на самом деле. Карамболы и маракуйя. Такой салатовый, прям тоже бодрящий цвет. 2398 мыло и 2397 гель для душа. И еще один, клюковая земляника. Вот такие упаковочки. Жидкое мыло 2361 и гель для душа 2360. И вот, собственно говоря, это весь ее заказик. Но такой, опять же, небольшой, немаленький. Опять на тысячу с лишним рублей. Я сейчас, честно говоря, даже вот этикеточки не положила. Я обычно подписываю. Но в этот раз у меня они вот там в стороне лежат. Так, следующая клиентка, это клиентка эпизодически делает мне заказ. И в этот раз она подошла и заказала стиральный порошок. Это обычный универсальный стиральный порошок. 320 его артикул. Подходит для всех типов тканей. И для цветных, и для белых тканей. Шикарно отстирывает белье. Мне он очень нравится. Наши порошки концентрированы. Они действительно безопасны для нашего здоровья. Потому что они на основе природных минералов. Не содержат никакой химии. Не содержат фосфатов. И они концентрированы. То есть для стирки 5-6 килограммов белья достаточно 40 граммов вот такого порошка. Вот такая упаковка рассчитана где-то в среднем на 20 стирок. То есть заменяют 3 килограмма обычного стирального порошка. И пятновыводитель. Артикул пятновыводителя 327. Вот это, собственно говоря, две позиции в ее заказе. Еще одна постоянная клиентка. Почему я так улыбаюсь? Потому что это моя сестра. Конечно же, всем своим родственникам, близким я привожу заказы со скидкой своей, со скидкой консультанта. И я считаю, что это правильно. Так и должно быть. Если это клиенты из числа моих знакомых, из числа людей, которые пришли ко мне с промостойки. Конечно же, я понимаю, что мой труд вложенный в то, чтобы привезти заказ, чтобы его оформить, в то, чтобы его доставить. Это время мое и в том числе физические усилия. И это должно оплачиваться. Конечно же, клиенты приобретают у меня товары по цене каталога, а не по цене склада. По цене склада я могу привезти товары только самым-самым своим близким людям. И вот моя сестра на регулярной основе делает мне заказы тоже из серии дом. Ей нравятся наши чистящие и моющие средства. А также она вечно высмотрит в каталоге что-то такое из посуды, например. Она у меня очень хозяйственная такая. Любит чистоту и порядок в доме. И в этот раз она заказала две вот такие ложечки. Артикул этих ложек 910084. Это чайные ложки. У нас была вот такая коллекция с лунным рисунком. Вот видите. Но ложка такая, я бы не сказала, что маленькая. Хоть она и чайная, но не маленькая. Это заказ моей сестры, поэтому я могу, в принципе, вытащить ложечку. Поскольку я знаю, что она заказала это для себя. Вот, посмотрите, такая ложечка. Ну вот, вытянутая, не круглая. И вот такая лунная поверхность у нее. В общем, в принципе, можно сказать, по размеру стандартная. Но вот здесь вот все-таки вытянутая форма больше даже на десертную как бы похожа. Хотя она такая не слишком глубокая. Ну, в общем, вот две таких ложечки. Одну заказала она для себя, я точно знаю. А вторую для внучки. И она у меня уже заказывала ложку. Ложку такую для внучки. Ложку такую стандартную, да? Теперь заказала и чайную ложку. А еще она хотела заказать вилку. Но вилок уже не было на складе. Поэтому вот получилось так, как получилось. Еще одна моя клиентка сделала заказ вот такой губной помады. Это персиковый оттенок. И это помада с перламутром. Вы знаете, она выбирала помаду сначала ориентируясь на тот тон, который указан в каталоге. Я ее предупредила, что нельзя ориентироваться вообще на те оттенки, на ту палитру, которая есть в каталоге. Потому что разница между тем, что в каталоге и тем, что будет в стике и уж потом на губах, она будет колоссальная. Поэтому лучше ориентироваться на название. И вот ориентируясь на название, это, по-моему, оттенок персиковый. Она выбрала эту помаду. У меня есть такая помада, только в другом оттенке. Артикул назову, а вот оттенок, к сожалению, не помню. 40-797. И вот посмотрите, как она выглядит. Вот такая помадка. Она в холодном оттенке. Видите, прям чувствуется перелив, да? Она с переливом, с отливом таким, перламутром. Вот так играет. Не знаю, насколько вам хорошо видно. Вот, видите. И она все-таки больше холодный оттенок, такой розовинка здесь присутствует. В общем, помадка мне нравится. На каждый день она будет очень хороша. И вот клиентка, собственно говоря, захотела тоже себе такую помаду. Ну что ж, остается один мой заказ. В этом заказе я себе заказала две краски. Потому что уже подходит пора краситься. И я сейчас перешла вот на этот тон 6,54. Так, а называется он светлый каштан. И он у меня сейчас на волосах. Вот такой действительно светлый каштан. Вот видите. В принципе, соответствие прям практически полное. Потому что на картинке изображено. Здесь может быть чуть-чуть светлее. Вот. Нравится мне этот тон. Подошел он мне. И я перешла на краску салон Кээ. Потому что краски эксперт. К сожалению, не могу подобрать тот тон, который хотелось бы иметь на своих волосах. И когда я красилась, то эту процедуру осуществляла в парикмахерской. Просто пришла со своей краской. Мне сказала моя парикмахер, что тюбика, несмотря на то, что у меня вот такие короткие волосы, еле-еле хватило для того, чтобы нормально прокрасить всю поверхность головы. Поскольку здесь всего лишь 50 миллилитров краски, как оказалось. Я даже сейчас посмотрю, действительно ли это так. Да, девочки, смотрите, 50 миллилитров. Она говорит, обычно в краске там 75, что ли, или 70 миллилитров. А здесь 50. И она уже начала прокрашивать мне волосы. Говорит, ой, не знаю, хватит или нет. И еще она разбавила этот тон. Добавила сюда шестерку, по-моему, свою. Не нашу, а свою шестерку, для того, чтобы вот прям корни волос хорошо прокрасить. И здесь уже она разносила по всей поверхности потом. То есть здесь у меня получается не чистый вот этот оттенок, а еще и добавлена шестерка. В общем, вот такая история с этой краской. И серии эксперт сейчас вот ни один тон, на который я хотела бы перейти, мне не подходит. Ну, посмотрим, может быть, будет расширяться у нас серия красок. Хочется в это верить и надеяться, потому что компания всякий раз нам предоставляет какие-то новые продукты. Вот сейчас у нас огромное количество товаров в серии итальянской декоративки. И постоянно новинки какие-то. Это очень здорово. Ну, может быть, когда-нибудь обновится и серия наших красок. Так, что еще я заказала? Ага, здесь у меня два. Один клиентский, еще про один клиентский заказ вам забыла рассказать. Вот этот парфюм заказала мне клиентка, непостоянная. Подошла ко мне на промостойки, начала тестировать ароматы. И вот ей понравился Марсель. На самом деле вот этот аромат мне тоже очень нравится. Артикул 3078. Девочки, прям очень рекомендую вам его. Если вы любите такие свеже-цитрусовые ароматы, вот сейчас на летний период он будет очень великолепен. И там, прям в шлейфе, есть такая легкая-легкая сладинка. И я купила еще со скидкой 70%. Сейчас уже не помню. Мне кажется, как ВИП, потому что у меня есть две возможности ВИПовские. Есть одна возможность по лайков и берлик. И еще, по-моему, из прошлого каталога у меня две ВИПовские возможности. Много у меня вот таких продуктов 70% скидкой. И я решила купить еще и запас, про запас один из таких же парфюмов. Это уже для меня получается. И еще два аромата. Вот сейчас восьмой элемент идет с очень хорошей скидкой. 55% в каталоге. Естественно, я его тоже приобрела, потому что он пользуется большой популярностью среди мужчин на промостойке. И вот этот аромат Бомбо тоже пользуется большой популярностью. Артикул Бомбо 3055, а восьмой элемент мужской 3221. Вот. В общем, вот этот зеленый аромат, девочки, очень приятный. Такой нежный. Действительно, аромат распускающихся листочков на лето тоже будет очень-очень хорош. Мне нравится этот аромат. Он из разряда зеленых. Так, у меня заканчивается карандаш. Сейчас я вам прям покажу, насколько он заканчивается, карандаш для бровей. Вроде бы недавно у нас вышла эта серия. Посмотрите, вот я ровно половину уже этого карандаша вот здесь заканчивается полноценный, а здесь мой. Половину уже исчерпала. Но единственное, что вот этот карандаш я повторила, но в другом оттенке. Вот этот в холодном оттенке. Давайте я вам покажу, которым я сейчас пользуюсь. У него прям такой, вот видите, какой-то холодновастый оттенок. Не знаю, насколько, опять же, хорошо вам это видно. Но в сравнении вот с этим, который я купила, он в коричневом оттенке. И это более теплый такой коричневый оттенок. Вы сейчас увидите. Вот видите, в сравнении, этот прям вот такой коричневый ушел, а этот все-таки холодный прям такой оттенок. Пользуюсь и тем, и другим. Уже сегодня я вот этим коричневым, видите, наносила его на бровку. Он не яркий, он не делает брови прям такими кричащими. В то же время он делает теплыми, вот этот оттенок теплый. А вот этот холодный я начинала сначала вот этим, потом перешла на этот. Ну, в общем, разницы такой сильно большой нет. Но я, правда, их потом, видите, смешала немножечко. Ну, в общем, здесь на бровях сейчас не помешь, они перемешанные. Вот, а в принципе, по нанесению мне они оба нравятся, и тот, и другой. Так, давайте я вам назову артикул вот этого холодного, который у меня заканчивается, 57,18. А вот этот теплый, который я купила, коричневый, 57,19. Хороший карандаш, девочки, очень нравится. И легко наносится, не чиркает бровку. Я еще же покупала карандаш, который был у меня выкручивающийся. Тоже вот из такой серии, вот с таким рисунком, с зебристым, да. Но он быстро у меня закончился. Представляете, прям как-то моментально, я не знаю, может быть, дней за 10, он у меня хоп, и весь закончился. То есть там очень коротенький получается стержень, и его намного не хватает. Вот, к сожалению, такой факт. Так, что еще я купила? Так, я купила... Я купила... А, вспомнила. У меня закончился вот такой корректор. Девочки, я пользуюсь только им. Наношу вот сюда, на область нижнего века, 02,19. Это наша серия Beauty Lab. Очень мне нравится этот корректор. Он у меня уже начал заканчиваться. Давайте я немножечко его вам вот так вот покажу. Вот видите? Он немножечко высвечивает, прям подсвечивает поверхность нижнего века. В то же время он хорошо впитывается, не остается и не выделяет никаких морщинок мелких, не забивает их. То есть, очень хорошо подстраивается и высветляет действительно поверхность нижнего века. Вот все темные круги, которые есть, да, может быть, при пухлости какие-то, мелкие морщинки. Он это все дело сглаживает. Вот мне он нравится. Я на регулярной основе уже несколько лет подряд пользуюсь именно этим корректором. Артикул я вам назвала 02,19. Такой коробочке серии Beauty Lab. Еще я купила, уже даже и забыла, чего я тут напокупала из мейкап. Что-то из мейкап. А, девчонки, я же купила стойкую тональную основу. Решила попробовать. У меня не было ее никогда в наличии. Вообще стойкими текстурами никогда не пользуюсь. Но почитала по отзывам и мне понравились отзывы 64,89. Еще не пробовала, не тестировала. Там, по-моему, несколько оттенков. Давайте вот на эту руку нанесу и покажу. Это оттенок золотистый, по-моему, какой-то. Но вот на самом деле, смотрите. Он высветляет поверхность. Или как? Или он подстраивается потом тоже будет. А, нет, девочки. Смотрите, как интересно. Он подстраивается, потом кожа. Прикольно. Очень приятно пахнет. Такой вообще аромат, отдушка. Девочки, очень хорошо впитывается. Прям тут же мгновенно впитался. Шикардос. Очень понравился на руке. Но надо тестировать на лице, девочки. Как на лице, не знаю. В общем, опять же, те из вас, кто пользовался подобным продуктом, отпишитесь мне в комментариях. Напишите, как ваше впечатление. Но вот по отзывам девочки писали, что прям зачет. В общем, не знаю. Надо пробовать. Все надо пробовать. Ну, вот так, на руке. И вообще сматирующий эффект. Девочки, вообще шикарное. Прям на руке ощущения просто великолепные. Очень понравился продукт. Но надо, надо все на лице. И еще один продукт купила. Это я знаю, что. Это жидкая матовая губная помада, которая у меня сейчас на губах. Она у меня уже скоро будет заканчиваться. Я ей очень часто пользуюсь. Вот этим оттенком. Посмотрите, насколько они отличаются. Вот как бы сделать-то. Все отсвечивает. Вот смотрите. То есть вот здесь помада жидкая матовая. Она светлее в стике, чем на губах. На губах она будет ярче. У меня есть три оттенка. И они все вот так играют. 40-462 оттенок этой помады. И в общем, все оттенки, они в стике смотрятся светлее. В каталоге тоже смотрятся светлее. А на губах они смотрятся гораздо ярче. Это особенности этой жидкой матовой помады. Но она очень хороша. Она просто великолепна. Знаете, она не позиционируется как стойка помада. Но ее можно отнести к стойким. Она, во-первых, практически не отпечатывается на кружке. Она действительно очень долго держится. И когда кушаешь, она практически не съедается. Ну, чуть-чуть, может быть, съедается. Но по факту она гораздо более стойкая, нежели все другие помады. Вот, во всяком случае, у меня их очень много. Из разных линеек. Вот эта самая стойкая. И чем она еще интересна? Когда вы наносите ее на губы, то она их сначала увлажняет. И не понимаешь, что это действительно матовая какая-то помада. Потом она фиксируется на губах и становится вот такой вот матовой. Такая вот интересная помада. Это, наверное, тоже бестселлер уже среди наших продуктов. Потому что очень часто ее приобретают клиенты. И не только мои клиенты. А вообще она является одним из самых, наверное, раскупаемых продуктов компании Фаберлик. Действительно очень классные текстуры. И ко мне на промостойке подошла сотрудница торгового центра. Показала мне свою жидкую матовую помаду другой фирмы. И я ей дала протестировать свою. На руку нанесла. Она говорит, Таня, какая же классная у вас помада. Я хочу такую. Я говорю, хорошо, принесу тебе оттенки своей губной помады. А ты там уже определишься. Выберешь, что тебе подойдет. Потому что действительно тон очень обманчивый. Если его выбирать по каталогу. И даже если вот так вот в стике. Вот такой интересный момент. Что еще я купила, девочки? Я приобрела сковородку очередную. Вот эта сковородка терракотовая. 24 сантиметра. Вообще все терракотовые сковородки у нас с трехслойным антипригарным покрытием. Те, которые светлые в сковородке, они с двухслойным антипригарным покрытием. Поэтому я вот такую темную и купила. 11-988 артикул. 24 сантиметра. Покупаю уже вторую такую сковородку. Почему? Потому что у нас сейчас сын живет отдельно. И ему тоже нужно кое-какую утварь. Его снабдить этой утварию домашней. И я решила ему приобрести вот такую сковородку. А моя сковородка, она еще до сих пор у меня в моем личном пользовании. И то, о чем я вам хотела рассказать, и я ставила прямо напоследок на закусочку, это очень интересный аксессуар. Посмотрите, какая у девочки у нас сумочка появляется. Она просто шикарнейшая. Несмотря на то, что у нее небольшой размер, она очень-очень вместительная. Давайте сразу назову артикул и сообщу вам ее размеры. Так, артикул этой сумочки. 600-688, 600-688. И размеры 22 на 17 и на 9. 22 длина, 17 высота и 9 сантиметров. Вот этот размер ширина. Очень интересный замочек. Я сначала думаю, как же мне ее открыть. Вот так вот сбоку она открывается. Сейчас. Мне так неудобно одной рукой. Оп, вот так. Просто в сторону. Смотрите, давайте еще раз вам покажу, чтобы вы видели. Вот так я защелкнула, она закрылась. Вот здесь одна вот эта пимпочка, которая слева получается расположена. Вы ее сбоку вот так в сторону вправо сдвигаете, и сумочка открылась. И все. И здесь у нее есть цепочка. Цепочка нормальная, хорошая, длинная. Можно носить на плечо, через плечо, как удобно. И посмотрите, какая она там внутри. Достаточно объемная. В нее много может чего поместиться, потому что действительно здесь вот одно отделение, но очень хороший объем. Очень хороший объем. Здесь есть один замочек. Вот здесь вот сбоку. Кармашек на замочке. И сюда... А, я наоборот закрыла. Вместо того, чтобы открыть, он был открыт. Вот здесь вот. И сюда можно еще что-то положить. Вот видите, у меня вот прям, ну, по сути, почти по размеру, вот здесь вот по всей поверхности проходит это отделение, этот карман. Карман вот этот один на замочке, а все остальное это одно отделение. Очень интересная сумочка. Прям она стильная, она красивая. Она подойдет абсолютно к любому наряду летнему. Посмотрите, как классно. И вот этот вот цветочный бренд. Я не знаю, что это такое. Ну, это принт. Это такой рисунок сведенный. Естественно, это эко-кожа. Возможно, она будет мараться. Но мне кажется, что можно спокойно обойтись нашим спреем пятновыводителем. Ну, все надо будет тестировать по мере использования. Ну, очень классная сумочка. Прям стильнявая такая. Мне так она понравилась. Так что, девочки, обратите внимание. Пока они, наверное, еще есть. Хочется надеяться в то, что они еще есть. Вот. Нужно брать. Нужно брать. Так, ну и вот весь обзор, собственно говоря, все мои заказы. Я еще получила каталоги следующего седьмого периода. Так что, скоро буду делать обзор на этот каталог. Не пропустите. А для тех из вас, кто еще не зарегистрирован в компании Фаберли, конечно же, присоединяйтесь. У нас компания очень щедрая. Она не только предоставляет скидку 20% для зарегистрированных пользователей. Она предоставляет шикарные подарки. Вот в этом каталоге при заказе на 1399 рублей в ценных каталогах можно получить в подарок в следующем каталоге набор нашей кислородной косметики, уходовых средств за кожей лица. Кислородная косметика последнего поколения. Вы можете этот набор получить в подарок всего лишь за 1 рубль. Всего лишь сделав заказ на 1399 рублей в ценах. Уже с учетом скидки 20%. А стоимость этого набора в каталоге 2397 рублей. Вот о чем идет речь. То есть вот этот набор уходовых средств здесь и питательный крем, и бальзам легендарный кислород, и вот такая кислородная маска. Все это вам в подарок за 1 рубль. Для того, чтобы это счастье произошло, проходите по активным ссылкам, которые я оставила под данным видео в описании к этому видео, в первом прикрепленном комментарии. Есть такая активная ссылка на регистрацию. Регистрация бесплатная, никакие паспортные данные вам не потребуются. Сразу после регистрации я с вами свяжусь и стану вашим информационным помощником в компании Фаберлик. Ну что ж, девочки, на этом у меня все. Если видео было интересно, полезно, ставьте лайк под данным видео. Если вы еще не подписаны на мой канал, подпишитесь. Не забудьте нажать на колокольчик. А мы с вами увидимся в новых моих видео. С вами на связи была Татьяна Кузьмина.